Это вам не Гоми Лислач. Ну, конечно, не в обиду клубам высшей лиги. Если воскресная погода кого-то клонила в сон, им нужно было включить финал Кубка регионов. Пусть в протоколе эти футболисты значатся любителями, но в перформансе они точно профессионалы. Выдали эмоции сполна. И первый в истории Стэнлеса титул под эгидой БФФ все-таки уехал в Пинск. Но для этого пришлось померзнуть. Такая хорошая игра в нашем исполнении. Так, обо всем по порядку. Стэнлес действительно в субботу играл против партизана в полуфинале второй лиги. Темп у ребят Головина реально бешеный. Где там Родри и Мартинелли, которые жаловались на календарь в ОПЛ? Посмотрите на Николая Коляду. Он успевает и тут, и там. Стараемся выдерживать. Конечно, тяжело физически, но мне кажется, мы сильным духом команды. И поэтому, по сути, неважно. Суббота, воскресенье, хоть каждый день, будем выходить и показывать свой максимум. Максимум в финале Кубка регионов помог показать главный арбитр. Оставляем его решение на 20 минуте на откуп профессионалам. Но игра, по сути, была сломана, когда был удален вратарь Мазин и в рамку встал полевой игрок Макс Антоненок. Почему именно он? Ну, иногда на тренировках просто стоял, также в мини-футболе раньше. Но это буквально так, на таком уровне просят, как во дворе посидеть, то есть на лавке либо там выйти, поиграть на воротах, постоять, то есть так. И несмотря на то, что удар со штрафного полевой игрок эффектно потащил, полишуки знатно насели на ворота команды из МИОР. Сказалось и количественное преимущество. Хотя на групповом этапе финальной части второй лиги эти команды уже встречались. Тогда Стэн Лес минимально победил. Игра точно не была простой. Найдите отличия, как говорится. Ну, та игра отличается тем, что в нашей команде есть профессиональные игроки, которые были профессионалами когда-то. И, соответственно, у МИОР есть такие игроки. И им нельзя играть в Кубке регионов. Поэтому, да, исполнители, конечно, у МИОР в той игре были получше. Вот. Но здесь они тоже постарались там показать футбол. Поэтому, да, она отличалась. Та игра и эта игра. Это две разных игры, можно сказать. Тем временем братья Каледа били, забивали, а вратарь гостей все пытался сократить до минимума количество пропущенных. Иногда на помощь приходили приемы из волейбола. Универсальный солдат, не иначе. Просто мяч невозможно контролировать. Вот. И лучше, чем, то есть, пропустить его где-то под мышкой. И просто получалось так. Приемы из волейбола немного играю, то есть, и применяю. Применяем. Но, как бы то ни было, Семерочка все равно влетела. Никуда от этого не денешься. А жаль. Из МИОР приехала немаленькая фан-группа. Стоит отдать должное. Поддерживали команду, до последнего. Пусть и понимали, что надеяться уже не на что. МИОРЫ! 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 Я думаю, вы сами видели, в каком состоянии команда уходила. То есть, мы долго шли к этому финалу. Мы готовились. Команда была заряжена. Обидно, когда один момент ломает всю игру. И вот эта плодотворная работа, которая осуществлялась на протяжении всего года, ну, можно сказать, пошла коту под хвост. Ну что же, зато этот кот точно не будет жаловаться на то, что ему было скучно. Пусть этот кубок регионов и не дает право в следующем году выступать на европейском уровне, но трофей, есть трофей, и он уезжает в Пинск. Да, это у нас первый титул под эгидой ЭБФФ. Все равно приятно побеждать и выиграть любые медали, неважно, какого уровня. Но, еще раз повторюсь, под эгидой ЭБФФ впервые выиграли, поэтому эмоции все равно положительные и радоваться будем как следует.